Стало вядомо имя еще одного солдата, который сгинул без весток в 1941 году. Это 21-летний Иргаш Парпи из Узбекистана. Останки его еще 5-7 червона армейцев, так само 5 медальонов, нашли в поле Шаусского района. Тут начался другой этап белорусско-российской вахты памяти. На этом поле недавно убрали рапс, и уделники историко-патриотичного клуба Викру разом со специализованным батальоном Министерства обороны Беларуси смогли приступить до раскопок. Котелок закопченный, значит, уже в лесу сидели. На этом месте Калявевский Самулки Чаусского района Пушаковики каждый год знаходят останки солдат. По документальных звездках, 27-28 липеня 1941 года тут с немецкими захопниками судыкнулися оборонцы Могилева, які выходили из окружения. Бои ишли вельми жорсткие. Тысячи полторы их лежит, но удалось найти их на сегодня человек 400 только. То есть это все отголоски обороны Могилева после обороны, когда немцы полностью взяли в кольцо город. Те, кому удалось прорваться через внутреннее кольцо окружения, вышли вот на это внешнее. Это межгосударственная программа, поскольку между Нижегородской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь подписана специальная программа развития сотрудничества, и поисковое патриотическое движение там прописано отдельным пунктом. По славу городу Пачаусан мы поднимали уроженцев Башкирии, Адыгеи, Армян, Красноярского края, Беларусов. Беларуси досталось за 4 года оккупации особо. У этой яме знойдены останки 6 солдат, 4 винтовки, карабин, револьвер системы Наган и 5 медальонов. Стоп! Один медальон удалось прочитать. 1920 года народжения Иргаш Парпиев из Узбекистана. Долгий час после войны его шукал брат. Вахта памяти протягивается. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов. Новины региона.